Всем привет, дорогие друзья! Мы в прямом эфире, это программа Отдыхай! Меня зовут Ксюша А меня Саша Отдыхай! Почему отдыхай? Потому что хайп это модное, молодежное слово У нас тоже модное, молодежная программа Хайп переводится как шумиха И мы здесь пошумим сейчас Мы здесь обсудим все, что думаем, скажем вообще Все, что хотим, будем говорить Вообще, и нам никто не запретит, я считаю Да, а тема нашей сегодняшней беседы Это десятибальная система оценивания Да, точнее, десятибальная или пятибальная Ну, знаете, мы с Сашей уже два года Ну, второй год пошел, да? Мы учимся по десятибальной системе в лицее номер три И вот честно, человек, который поучился уже и по пятибальной, и по десятибальной системе Ему, мне кажется, очень сложно определить, какая система лучше Потому что, ну, например, вот человек, который учился по пятибальной Он скажет, ну, конечно, пятибальная, моя родная, самая лучшая Но если человек поучился и тут, и тут Мне, честно говоря, очень сложно сейчас определить Я даже не знаю, какая лучше, честно говоря Да, вот, Ксюш, какие интересные истории происходили с тобой? Со мной? Ой, у меня была такая вообще интересная история В общем, нам классный руководитель в начале года сказала Дорогие друзья, если вы получили оценку, делите на два И вы получите оценку по пятибальной системе Ну, я получила свою честно заработанную восьмерку И восьмерка, если что, это пять Поделила на четыре и получила Ой, переделила на два и получила четыре Мне это очень расстроило, потому что у меня в голове всегда примета То, что как год начнешь, так его и проведешь Я не хотела быть ударницей Вот, но оказалась эта пятерка Давайте вообще поймем, как работает эта система Пять это... Это десять, девять и восемь Четыре это... Семь и шесть Три это... Пять и четыре Два это тройка и двойка А кол он как был колом, так и остался И, Саш, я хочу сказать, что если вы смотрите нас на канале Чувашьей На национальном телевидении Чувашей То обязательно переходите в группу ВКонтакте Потому что ВКонтакте, именно вот, мы сейчас все обязательно прочитаем чуть-чуть попозже Вы можете писать свои аргументы, писать, что вы хотите По какой системе вы их учитесь, по какой системе вы бы хотели учиться И вообще все, что думаете, пишите нам Мы обязательно это прочитаем в группу Городской детский медиа-центр Куча мала, обязательно А если вы смотрите нас, собственно, в этой группе То вы можете включить нас на телевизоре И у вас будет два источника нас, грубо говоря Там и тут передают Да Кстати, интересная история от меня Однажды я пошел домой и получил пятерку Прихожу домой и говорю маме Мама, я получил пятерку После того, как мама на меня косо посмотрела Я осознал, что я получил пятерку по десятибалльной системе Что приравнивается к трем Да, это очень интересная история, я считаю, вообще Но, знаете, мы, оказывается, Саша, с тобой и с другими учениками третьего лицея Не одни такие вот с изюминкой по десятибалльной системе учимся В 20-й школе города Чебоксары дети учатся по стобальной системе По стобальной, представляете? И мы там снимали как-то сюжет, я помню У них прямо по баллу, по два балла могут спокойно вычесть И вам могут поставить девяносто девять, девяносто восемь и так далее И, кстати, в аттестат, какая оценка идет у нас в аттестат? В аттестат идет оценка по пятибалльной шкале Да И поэтому самый интерес Когда ты получаешь шестерку, ты очень рад Потому что ты получил не тройку А четверку, шестерка, это четыре Кто еще не запомнил нашу систему Ребят, я вообще хочу тебя спросить Где мы сейчас? Где? Благодаря кому мы тут? Благодаря кому? Мы благодаря творческому пространству Птица! Ваши день рождения, вечеринки, фотосъемки и так далее Вы можете проводить тут Welcome, ребята Давайте посмотрим, как учатся в других странах Кстати, оценки Какие в других странах оценки? Мне кажется, это очень интересно Давайте смотреть, пожалуйста, на экран Привет, я из США У нас в школе используют систему букв И лучшая оценка для нас А плюс У нас лучшая оценка тоже А Только плюс у меня на родине в Гонконге Не используют А в наших школах в Сингапуре Используются такие оценки А1, А2, Б3, Б4, С5, С6, Д7, Е8 и Ф9 У нас в Китае есть оценка У Она не оценивает знания, а указывает на хитрые же, которые списывают Сам я из Италии У меня есть много друзей с разных стран В Бразилии, в Греции, в Испании Которые так же, как и я, учатся по 10-бальной системе Я из Португалии На школе 20-бальная система У меня тоже, только я из Бельгии Дай пять Я считаю, что моя страна, Даня Победитель по странности и своеобразности оценок в школе У нас из 13-бальной системы выкинули половину оценок И осталось только 7 12, 10, 7, 4, 2 и 2 неудов 0 и минус 3 А у нас в Германии Наоборот, единицы – это лучшая оценка Такая же система оценивания в Австрии, Словакии и Чехии Пятибальная система оценивания используется и в нашей стране, в Венгрии А еще учительница нам рассказала, что и в Турции, и в Сербии Точно такая же система оценивания Дорогие друзья, у нас программа «Отдыхай» Мы продолжаем общение с вами Так что вы можете писать в нашу группу И сегодня у нас в гостях просто замечательный человек Это моя учительница физики, кстати, кто о ней знал А также Победитель конкурса лучших учителей России Обладатель премии президента Российской Федерации Три раза Победитель всероссийского конкурса по физике и математике Замечательный учитель физики, просто прекрасная женщина Клинк Надежда Юрьевна Здравствуйте! Мы с вами уже сегодня видели школе Поздороваться надо с телезрителями, которые, может быть, даже смотрят Конечно смотрят Да, ну а вы, вас я уже сегодня видела А, в школе? Да Так как Надежда Юрьевна, ой, да, преподает у нас в школе В третьем битрике, как я уже сказала Перейдем сразу к делу Да Хорошо Как думаете, почему систему так изменили? Почему все-таки? Наверное, веяние времени, а может, это просто модно Но есть такой нюанс Смотрите, ставишь ребенку четыре Или между четверкой и пятеркой Он может быть ближе к пятерке, а может быть ближе к четверке Оценка у него получается четыре Пять вроде поставить, ну, как-то не дотягивает А четыре вроде маловато Это же хорошо, когда есть между этими оценками еще Но у меня был такой, первый год, когда мы работали Я и Владимир Александрович, мы с ним, конечно, так лопухнулись Я вам честно признаюсь Мы думали, что, как вот Ксюша сказала Что, значит, просто надо делить пополам и все Я ставлю восьмерку, четверка, это восьмерка Восьмерки, восьмерки, восьмерки А в конце четверти мне говорят, это же пятерки Я говорю, ничего себе Наставила тетенька оценок Вот так и вышли у вас с отличниками Ну, не все, конечно, но было такое дело Потом мы осознали свою ошибку И потом уже сейчас мы работаем правильно Да Ну, смотрите Вот для чего же систему-то, наверное, поменяли Ну, вот вам стало легче оценивать, получается, учеников после перевода? Насчет легче я не могу сказать Вообще, вот, чтобы вы знали Оценивать кого-либо всегда сложно Я очень не люблю быть членом жюри каких-нибудь А мне приходилось быть невероятно много Членом комиссии всяких И я должна кого-то оценивать, оценки ставить А в школе, конечно, мы как обходимся? Мы даем критерии Вот за это тебе будет такая оценка, за это другая И очень хорошо тесты Очень хорошо 25 вопросов, например, да? Сколько сделал? А в 10-балле-то вообще хорошо Как в процентном отношении Сколько сделал, столько получил А особенно хорошо, когда 10 вопросов 10 вопросов, сразу оценка И никаких обид Сколько сделал, столько и получил Сразу все понятно, ясно А как бы вы хотели оценивать себя? Под 10-балльной системой или по 5-балльной? Я себя под 1000-балльной системой хотела И на сколько же? Ну, понятно На тысячу? Нет, на 856 Как точно? Прямо, я не знаю, очень-очень точно 856 Может, еще с половинкой? Нет, это уже чересчур А почему? Ну, хватит Мы любим целые числа Вернемся к нашей теме А приставали ли ученики, получается Ну, поставьте Там же меньше, как бы, выходит Так, ко мне не пристает Потому что я сразу ставлю В пользу ученика Вот спросите у кого угодно Ставлю Если 4,5, это 5 5,5, это 6 Очень добрый учитель Я не то, что добрый учитель А зачем мне нужен какой-то геморрой Чтобы меня потом спрашивали Просили Какие-то оценки Ну, арифметическое округление Это все нормально Ребят, кстати Если кто в школе переводился С одной системы на другую Вы можете тоже написать Какие у вас были чувства Мне кажется, мы не одни такие с тобой, Саш Потому что многие школы переводятся И сейчас много чего изменяют Я не знаю, как сказать Вот Сегодня мы услышали Одну интересную историю от вас А еще были Только про пятибальную систему Или еще какие-нибудь школьные истории Да, можно и школьные Ну, слушайте, про систему А что там? Про оценки, да Что-то вы меня не предупредили Если бы сказали Надежда Юрьевна, вспомните какие-нибудь истории А их было очень много Я могу только не про пятибальную систему А вообще школьную Хорошо, давайте Давайте Нормально? У вас есть? Позволяет время? Да, конечно Посмотрите День Святого Валентина Это было лет 25 назад Я пишу Думаю, надо детей поздравить Я нарисовала вот такое большое-большое сердце Ну, на ватмане цветном Написала много Да Нет, написала на нем, значит На английском языке Пожелание У меня была открытка из Индии Такая Манивишес и так далее Разрезала ее на такие кусочки Как пазл И каждому ребенку Своему ученику Я была классным руководителем Послала Ну, чтобы они собрали Думаю, ну класс, пусть собирается Один мальчик у нас был такой Который взял и сразу куда-то убежал А остальные-то все пособирали Они собирали Я смотрю, они там что-то шушуют, собирают И такое получилось, значит Там и одна дырочка Один такой у нас был мальчик Который сам по себе Потом я у девочки одну спрашиваю Ну что, Анечка, какое вы там это получили? Она мне сказала Надежда Юрьевна, вы же все равно не понимаете Там же по-английски написано Нормально? Я не сказала, что это был мой подарок И до сих пор они, может быть, не знают Вы же не понимаете Но они не сказали? Нет А теперь узнают Ну, ребят, смотрите, скоро 14 февраля 10-го Валентина Вы еще успеете подготовить Валентинки Обязательно поздравляете всех Просто кого можно Всегда подарок Это очень-очень приятно Всегда Даже маленькая Валентиночка Какое-то маленькое сердечко Это всегда очень приятно А кусочек большой Валентинки Общий Это еще интереснее Ну, мы немножко отвлеклись от темы На самом деле Какие оценки вы чаще всего ставите? Какие заслуживать? Я там такие ставлю Что значит чаще всего? А ты вот, Ксюша Расскажи, детка Как ты у меня учишься по физике? Ну, я на самом деле очень стараюсь Но, к сожалению, не всегда получается Я все же предрасположена к гуманитарным наукам Но, честно говоря, я стараюсь Так, физика Это самая главная наука О природе Это однозначно Все, кто физику еще не полюбил Немедленно должны ее полюбить Обязательно Давайте сменим тему И посмотрим небольшую рекламку Дорогие друзья Мы в прямом эфире В программе Отдыхай Продолжаем беседу С замечательным учителем физики Надеждой Юрьевной Спасибо Так, я хочу вот что сказать У нас сейчас у всех электронный журнал Правильно? Вы его видите по-другому Как дети А я его вижу как учитель По поводу колов Меня тут спросили А вы колы ставите? Я их не ставлю Их ставит журнал Журнал автоматический Вот если должна быть оценка Там галочка стоит у меня А человек не получил эту оценку Журнал говорит кол Такой красненький кол В моем списке Он такой высвечивается А в вашем журнале Он выглядит по-другому Но вы этот кол Все равно получаете И вы должны обязательно Его исправить Ну это нормально Мне кажется В общем-то Кол это не оценка Кол это Красная тряпка Которая говорит Ну-ка быстро Ребенок что-нибудь там исправляет Вот как вы думаете Сложнее ли стало Получить десятку Как пятерку Когда перевели На десятибалльную систему Слушай, это ты должна Спросить, провести опрос У школьников Откуда я знаю Я обязательно спрошу Одноклассников Теперь мне стало Вот еще интересней А я вот сегодня Ну уже Когда шла на этот эфир Зашла там К парочке учителей К моей коллеге Я говорю Вот дети меня позвали Про десятибалльную систему Надо им что-то говорить Вы как к ней относитесь? И обе Которых я спросила Мои коллеги Обе сказали Что в начале Было непривычно А сейчас Лучшего и не надо В общем Все мы привыкли Я думаю Мы могли бы привыкнуть И к сто бальной И к тысяче бальной Хотите миллионабальную В общем И инфляция Нам позволит А как родители Получается Отреагировали? Вот у меня Например мама У меня например мама Она вообще Сначала очень удивилась Сказала что? Как всегда пятибалльная Какая десятибалльная? Что это такое? Вот Как у вас родители отнеслись? Какие мои что ли? Нет Нет Родители учеников Родители учеников Дело в том Что я с ними не общалась У меня нет нынче Классного руководства Поэтому я как-то С родителями Не сильно общаюсь Только с детьми Но я думаю Что нормально Они отнеслись Потому что аттестат Им все равно выдают Мама сначала не поняла Аттестат Все равно выдают Общего образца Это просто Для того чтобы Как-то Ранжировать Вот эти оценки Я же говорила Четыре с половиной Это пять или четыре Здесь Точнее можно Оценить Уровень подготовки Всего лишь Хорошо А чем отличается Девятка и десятка? Ведь это обе пятерки Понимаешь Вот теперь они Ничем не отличаются Выяснилось Что и восьмерка В этой же компании Поэтому я когда сначала Не допоняла Я наставила пятерок Вместо четверок Ну дорогие друзья Я хочу сказать Что Вот это вот все Создали Не только мы Не только мы Делаем картинку Такой красивой Прекрасной Никто Кое-кто Делает То, что не делает Никто Это студия Перфекто Да Студия семейного кино Они специализируются Также на прямых эфирах Так что вот эта вот Красивейшая картинка Мы такие вообще Прекрасные на ней Это все благодаря Перфекто Да Все благодаря Перфекто Надежда Юрьевна Да А кем быть лучше Двоечником по пятибальной системе Или десятибальной Двоечником же По десятибальной Да По десятибальной Троечником Тогда уже получается Ну вообще Да Понимаешь Троечник по десятибальной системе Это немножко хуже Чем двоечник по пятибальной системе Ну перемножьте там Поделите Сделайте какие-то сокращения Математические операции Так что все нормально А вы не считаете Что двоечники Больше к этому К этому всему приспособлены Что как бы Не так Я вообще считаю Что дети Которые учатся на тройке Они могут потом Быть более успешными в жизни Показал мой Личный опыт Поэтому я Какой личный опыт У меня внук Есть такой И мои одноклассники Вот я была Круглая отличница Ну отличница Золотой медалью я закончила Все такое У меня были такие Двоечники Друзья Которые на второй год Оставались И все нормально Успешные Замечательные И бизнесмены И все остальное Главное люди хорошие Вот оценки Вообще ни о чем А главное Чтобы человек был хороший Кстати К разговору о внуках Мы занимаемся Чтобы потом Из них выходили звезды В прямые эфиры Идешь с ней домой И дома Кушаешь Я кстати вот слышала Что у отличников В конце школы Красный диплом Почему красный? Кто его покрасил? Ну я думаю Директора покрасили Ну потому что Красный Это цвет любви И значит Это цвет любви Как ты думаешь Какие оценки Учителя получали Когда были маленькие Они все были отличниками? Или может быть нет? Я думаю что да Потому что Учитель же умный Учится только На одни пятерки Когда пойдешь в школу Ты какие оценки Будешь получать? Пятерки Или какие-то наклейки Для девочек А что нужно делать Чтобы получать Одни пятерки? Заниматься 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 И еще надо заниматься То есть такое правило З А ноль Можно поставить? Ну можно Ноль поставить Ноль Поставить Это когда Ты вообще Отвлекаешь И не слушаешь Учитель А если ты случайно Узнала Пароль учительницы И хочешь зайти На ее страничку И справить тебе оценки Ты бы это сделала? Нет Если я это сделаю То мне Серьезно Влетит Она же не узнает Но у нас Учительница Очень хорошая память Она запомнит Какую оценку Поставила И будет это помнить Целый год Наверное Я плохой ученик Я ничего не делаю И не хочу ничего делать Давай Поругай меня Накажи Я тебе сейчас Неот в квадрате Поставлю Почему ты только На своих подружек Смотришь? Надо смотреть На тетрадку Почему ты не сделала Уроки? А то сейчас Папе позвоню А почему не маме? Потому что Папа может В угол поставить Дорогие друзья Да Пришло время Зачитать ваши сообщения Все что вы писали А мы предупреждали Что мы будем Все обязательно зачитывать Если вы до сих пор Ничего не написали Обязательно пишите нам В чат У вас есть Прекрасная возможность И не забудьте Это программа Отдыхай И мы в прямом эфире Да Прямой эфир И вот мы сейчас Будем зачитывать Благодаря нашему Прямому эфиру Именно то Что вы писали Именно Вот прям Вот прям сейчас Давай Какие тут вопросы Саша Лиза Иванова спросила Я учусь по 100 балльной системе Все отлично Очень нравится Но это не вопрос На самом деле Я кстати знаю Что в пятой гимназии В старших классах Учатся по 100 балльной системе Не представляю Как это вообще Как это вообще все Страшно Очень боюсь Также Роман Филиппов спрашивает Александр А вы как учитесь Лично я учусь на Восьмерке Семерке Шестерке Ну у меня кстати Примерно такая же ситуация Потому что Девятки и десятки Получить Очень сложно Да Да Это вообще Если получить десятку То это все Это я идеальный ученик Если я получила десятку Данил Сергеев спрашивает Саша сказал Что он обрадовался пятерке Так как перепутал систему Сейчас путаетесь Честно говоря Иногда У меня Я уже вообще не путаю У меня мама Все время спрашивает Какую оценку получил Я допустим Скажу шестерку Она сразу говорит Ты тройку получил О тройки шни И сразу становится Как-то неприятно И объясняешь маме Получиться Что оказывается Ты получил четверку А у меня мама Кстати уже привыкла И выучила Хоть сначала И вообще не доверяла Всем этим реформам Так Что тут еще Как ваши одноклассники Воспринимали перевод На эту систему Спрашивают нас Примерно так же Как и мы Сначала удивились Было непривычно Все переводили в другие Получается в пятерку В пятерку В пятерку В пятерку Но все привыкли Теперь все хорошо И в принципе Всем уже нравится Мне кажется Даже больше Чем по пятибалль Да Миша Порфирис спрашивает Хотели ли вы Обратно перейти На пятибальную систему Честно говоря Скорее всего нет Потому что Это уже Десятибальная система Приелась Все понравилось А у меня не скорее всего У меня точно нет Потому что Десятибальная система Я считаю более справедливая И честно говоря Мне как-то даже Интереснее учиться Не знаю Это что-то у меня Психологическое мое Получали ли вы Десятки Спрашивает Данил Сергеев Получали Да Получали По музыке Да По музыке По творительному искусству Но мне один раз Довелось получить Десятку по русскому языку Представляете По русскому языку А мне довелось Закончить все Итоговые контрольные На десятки Саша Боже мой Мне кажется Это прямое счастье Потому что Мне это кажется Нереальным Учитывая то Что я гуманитарь И немножечко Не математик Так Вопрос от учителя Давайте А нужна ли Разная система Оценивания В разных школах Если все равно Все переводят в пятибалльную Например Баллы по ВПР Если что Это всероссийская Приверочная работа В аттестат Да и вы сами На самом деле Мне кажется Нужна Во-первых Это система Более современная Эта система Во-вторых Более точно Указывает на Зане ученика Например На пять с минусом Или на четыре с плюсом Как бы Все изменилось Вообще Очень сильно И мне кажется Это изменилось В лучшую сторону Не знаю Также у нас спрашивают Сложно ли Перестроиться На новую систему Честно говоря Мы перестраивались Примерно месяц А дальше Уже все Пошло На самом деле Очень недолго Я вообще удивилась Что я так быстро Привыкла И мы все уже Семь А семь Ну все уже Стало сразу Почти понятно Даже мне кажется Меньше месяца А когда сначала Только узнали Что нас переводят На десятибальную систему Все были в шоке Не понимали Как теперь Нас будут оценивать Что теперь делать Я узнала Кстати это еще летом До того Как пришла в школу И я уже К сентябрю Была готова Но в августе Я уломала голову Как так Так Давайте Последний вопросик За какой срок Привыкли Ну это мы уже отвечали Примерно за месяц Даже меньше Ксюша Стремишься ли ты К десятке Конечно стремлюсь Все стремятся К десятке Все стремятся К пятерке Все хотят быть Отличниками Отличницами И тому подобное А сейчас Я хочу Переставить на вашу рубрику Мы там расскажем Как же получить Те самые заветные Десятки За которые Казалось бы Нужно молиться богам Ну Это рубрика Лайфхаки Правильным И не очень способом Смотрите Ну привет Хитрушки и жулики Сегодня я научу вас Получать хорошие оценки Правильным И не очень способом И начнем мы С Happy birthday to you Все очень просто Вы из секретных источников Узнаете Когда день рождения Учителя И поздравляете его Каждый день Вплоть до праздника Учитель плавится Словно сыр И все Хорошая оценка У вас в кармане Вы хоть раз Задавались вопросом Как не получить Двойку на контрольный Тогда этот способ Для вас Нужно сесть рядом С отличником И спросить То что не знаешь Правда Не каждый захочет Помочь Ты всю ночь Спасал мир И не успел Сделать домашнее задание И не хочешь Получать плохую оценку Не отчаивайся Сдайте трать По другому предмету И быстренько Сделай домашнее задание Прямо на уроке Подойди к учителю И скажи Извините Я не ту тетрадку Сдала Вот Моя Да, хорошо Следующий лайфхак Очень прост Не хотите учить Конспекты для контрольной Шпаргалка Отличный выход Маленькая и понятная А пока вы будете Делать шпаргалку Материал конспекта Запомнится И вам будет Намного проще Ну и последний лайфхак Самая главная Шпаргалка Это ваша голова Внимательно читайте Учебники Любите предмет И у вас все получится Ребят У нас осталось еще Пару интересных вопросов Саша Читай Так Ксюша Стремишь ли ты к десятке Я? Если это вопрос ко мне То конечно Ну все к тремясь к десятке Мы уже говорили Что это просто Прекрасная оценка Но получить достаточно сложно Даже если вы с ней Хотите стремиться Еще тут спрашивают Важна ли для вас Разница 10 и 9 Честно говоря Нет Это же пятерки Все хорошо В эти сна все равно Пойдет пятерка Ну 8 это конечно 5 с минусом Уже немного другое А 10 и 9 Для меня как-то Честно говоря Тоже не очень важно Какая именно Оценка Ну давай Получается у нас Сейчас завершение эфира Да Мы очень Конечно Грусные сейчас Да Потому что И очень Честно говоря Я жалею тех людей Которые присоединились К нам недавно Потому что Мы столько всего За этот эфир Успели обсудить Столько всего было Но У нас были Кстати Вы можете посмотреть Этот эфир В повторе В группе Вконтакте Медиа-центр Куча Мала Обязательно Обязательно Я тоже обязательно Все просмотрю Мы с Сашей будем сидеть И смотреть Да Ну смотри В итоге Какая система лучше Мне кажется Мы так и не определили Потому что Каждый решает сам Для кого что лучше Каждому свое Все люди разные Да Это уже Может кому-то важно Поучить шестерку А не тройку Ну а кому-то важно Остаться при такой же системе Кто-то ведь тоже Не любит перемены Ну ребят Предлагайте на самом деле Темы для следующих эфиров Потому что Эта тема конечно Очень интересная Но в следующем эфире Будет следующая тема И нужны новые интересные темы Так что если вы хотите Если у вас есть идеи Родились Если идеи Во время этого эфира То обязательно Предложите их Напишите нам Это обязательно Ребят Мы будем Очень вам благодарны Все Давайте заканчивать Я честно говоря Очень грустная Очень грустная Потому что Эфир получился Очень энергичный У нас были и гости Замечательные У нас были Интересные рубрики Да Интересные вопросы Интересные вопросы От гостей Вам много чего советовали Ну да Много чего Ну в общем Очень много чего Обсудили Ребят И напоследок Саш вопрос Я все таки его задам Давай Пользовался ли ты Шпаргалками Это Крубрики Наши последние Потому что Честно Мне очень интересно Ну шпаргалками Пользовался Иногда Но постараюсь Добиваться оценки Своим умом В начальной школе Я вообще не пользуюсь Шпаргалками Да Ну иногда Было конечно дело В предметах Которые я не очень сильно понимаю Как говорила Надежда Юрьевна Любите физику Смотрите национальные телевидения Чуваши Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok